Рад вас всех видеть! Если перед вами стоит выбор, какую же бюджетную Lumia выбрать в пределах 10 тысяч рублей, это видео будет полезно для вас. Чего же вам ожидать от смартфона этой категории? Самый обычный телефон, который выполняет свою функцию звонилки на все 100%. При этом есть пара приятных бонусов, такие как быстрый мобильный интернет, различного рода социальные приложения, ВКонтакте, Ватсап, Вайбер и так далее. Играть, конечно, можно, но не ждите особой производительности. Если вам нужен простой телефон в обращении, а также, если для вас важно, чтобы телефон работал стабильно и при этом стоил недорого, эта категория для вас. Все смартфоны, которые будут показаны в этом видео, получат обновление до Windows Mobile 10, а это значит, что они отвечают всем минимальным требованиям установки новой версии Винды, то есть 8 ГБ встроенной памяти и не менее 1 ГБ оперативной. Сначала я вам расскажу, что в этих смартфонах общего, а потом детально пройдем по особенностям каждого. Смартфоны работают на процессоре Snapdragon 200. Исключение составляет Lumia 635. Там установлен 400. Разница в производительности незначительна. В Snapdragon 400 немного сильнее графическое ядро, и процессор поддерживает 4G-сети. Касаемо частот, и там, и там 4 ядра, а 1,2 ГГц. Исключение составляет только Lumia 435. Вместо 4 ядер там всего 2. Смартфоны поддерживают карту памяти, а также задние крышки этих телефонов съемные. Давайте теперь разберем каждый смартфон. Lumia 435. Ультрабюджетный вариант. Подойдет для тех людей, которые используют смартфон как звонилку. Приятным бонусом будет возможность общения в различных мессенджерах и социальных сетях. WhatsApp, ВКонтакте, Viber. Из-за того, что экран достаточно маленький, всего 4 дюйма, очень неудобно будет серфить в интернете. Камера на этом телефоне простая формальность. Особо не рассчитывайте на нее. Процессор достаточно слабый, не стоит ожидать от этого смартфона мега-производительности. Но все стандартные приложения-мессенджеры будут работать на ура. Есть версии как с двумя сим-картами, так и с одной. Продается телефон по цене 4500 рублей в официальном магазине. Пожалуй, это самый адекватный ценой для смартфона, который не будет лагать через одну неделю использования. Lumia 535. Первый смартфон, который был выпущен под брендом Microsoft. Ну и, конечно же, первый блинкомом. Можно сказать, одно из самых лучших устройств в своем сегменте. Для тех, кто любит общаться в социальных сетях, фоткаться, играть и при этом не готов много тратить денег на телефон. Хороший 5-дюймовый экран, на котором удобно и читать, и играть, и фильмы смотреть. Есть режим высокой яркости, который позволит работать в условиях яркого солнечного света. Фронтальная и основная камера 5 мегапикселей. Присутствует вспышка и автофокус. Вы сможете не только делать достаточно качественные снимки, но также с комфортом пользоваться видеосвязью. Четырехъядерный процессор будет запускать мощные игры, такие как Asphalt 8, FIFA 15, Modern Combat, но не без потери качества изображения. Цена на сие чудо очень демократична. 7 270 рублей в официальном магазине. Lumia 540. Этот смартфон должен был прийти на замену 535-й версии и исправить некоторые недочеты. А именно, многие говорили о проблемах с сенсорным экраном. Проблема была не в аппаратной части смартфона, поэтому обновление прошивки исправило эту ситуацию. Но все же осадок остался. В основном же изменения незначительные. Экран стал формат HD, не путать с Full HD. Изменениям подверглась основная камера. Вместо 5 мегапикселей теперь 8, но почему-то смартфон так и не научился снимать видео в HD формате. Из-за того, что размер этого устройства немного увеличился, также увеличилась емкость аккумулятора. Получился бы отличный смартфон, но цена, которую за него хотят, немного неадекватная – 10 000 рублей. По сути, изменения небольшие, а разница в цене серьезная. Если еще добавить 2000 рублей, то можно купить 640-ю модель, которая производительнее и намного лучше, чем 540-я. Lumia 635. Смартфон очень похож по характеристикам на 535-ю модель, но благодаря процессору, кстати, такой же процессор в 830-й и 640-й моделях, у вас будет 4G-соединение. И по сравнению с другими бюджетными смартфонами, графика в играх будет немного лучше. Я был удивлен, когда узнал, что на телефоне нет лицевой камеры, ни селфи, ни видеозвонков. Из-за того, что телефон маленький, а процессор достаточно мощный, автономность этого устройства оставляет желать лучшего. И если вам нужен бюджетный смартфон с быстрым мобильным интернетом, то 635-я модель – ваш выбор. Цена очень приемлемая, всего 8700 рублей. Надеюсь, это видео поможет вам сделать правильный выбор, о котором вы потом не пожалеете. С вами же был Антон, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!